Бетонные блоки на дороге люди увидели около месяца назад. Другого проезда у жителей 10 домов нет. Кроме того, им сообщили, что дорога находится в частной собственности и будет застроена. Поставили блоки. Я вышла, на каком основании. Вот я собственник земли. Это участок собственности. Моя патрёс бомбашками передо мной. Я здесь буду строить два двухэтажных дома. Убирайте все коммуникации. Газ, воду, канализацию. Все колодцы с моего участка убирайте. Это моя земля. Он поставил блоки на манипуляторе и уехал. Из-за перекрытия уже больше недели около частных домов не вывозят мусор. Здесь живет много пожилых людей, которые часто нуждаются в медицинской помощи. Но скорая тоже не может сюда подъехать. На заблокированном участке проходят все инженерные коммуникации. Ну, с края тут почти вот где-то полметра-метр от забора справа проходит газ. По центру проходит вода. Причем это все официально оформлено. То есть и в Горгазе, и в Горводоканале. Это все официально. Но беда не приходит одна. Заезд на Преображенскую идет по участкам, выданным многодетным семьям. Один из собственников сообщил жителям, что планирует обнести свой участок забором. А это значит, что вся Преображенская будет перекрыта. Отдали земли многодетным семьям. И прямо по вот этой дороге, которую сейчас проезжали, все ездят на эту, там проходят участки. И вот уже сфотографировали. Там до сих пор эта табличка висит, что будет демонтироваться эта дорога. И получается, что нам вообще не проехать к нашим домам. Мы обратились в городскую администрацию, чтобы узнать, законно ли действие собственника земельного участка, который перегородили блоками. Чиновники говорят, что земля действительно частная. Но она заявлена как дорога общего пользования. И никакого строительства на ней быть не может. Дорога, если она проходит по частному участку, она и будет дорогой. То есть ее нельзя не перегораживать, не застраивать, не ставить заборы, там жилье и так далее. Тем более, что, как я уже сказал, земельный участок, разрешенный вид использования, не предусматривает строительство жилья. В мэрии сообщили, что жителям необходимо написать коллективное заявление в прокуратуру. Если собственник участка не выполнит предписание надзорного органа, то дорогу освободят в судебном порядке. Если это не поможет, то администрация может изъять дорогу у собственника. Константин Миронов, Егор Герасимов, Губерния, 33.